Берет деньги у родителей и употребляет наркотики. Как не нужно вести себя, чтобы он поменял свой образ жизни? Пробовала отдаляться, но еще больше уходил в плохую компанию. Хороший вопрос. И вопрос на самом деле, он системный такой, общий. Потому что проблема ведь заключается не в том, что он не хочет поменяться, а в том, что он живет в среде, в которой невозможно поменяться. Проблема заключается в том, что чаще всего мы пытаемся воздействовать на объект нашей боли. Ну, допустим, болит печень, мы лечим печень. А что надо лечить? Надо лечить свое питание, свое отношение к режиму дня, свое отношение к людям. И много-много другое, чтобы печень не болела. Но мы лечим печень, так? Это вот этот вот подход, лечить печень, когда болит печень, это подход приемлемый, но он временный. То есть это не помогает по большому счету. Потому что помогает изменение самого отношения к жизни. Вот, допустим, смотрите, есть разные слои. Мы на многих лекциях уже об этом говорили, что есть разные слои жизни человеческой. Три слоя есть. Смотрите, один слой – это люди. В этом слое, они, в самый нижний, называется невежество. То есть люди живут в этом слое как? У них нет каких-то принципов жизни. У них нет каких-то возвышенных мотивов. Центр жизни – это я. То есть я, вокруг меня объединяется вся жизнь. Я – центр жизни. Если кто-то мешает мне жить, я ему не знаю, что сделаю. Дальше – страсть. Следующий слой. Центр жизни – это не я, а мы. То есть это наша семья, и мы чего хотим? Мы хотим внешнего счастья. То есть мы хотим денег, богатства, власти, влияния. То есть мы хотим нормально жить, как говорят. Нормально жить означает вот эти вещи, внешние все. И третий слой – это благость. Означает, что человек работает над собой, повышает свой уровень развития личности. И в результате этой работы над собой меняется среда, в которой он живет, атмосфера. У него меняются друзья, отношения со всеми. Ну, все меняется. Понимаете? То есть, ну, допустим, если человек живет в невежественной среде, вот он отстранился от близкого человека. Что происходит в результате этого отстранения? И он начинает ненавидеть за это. Так? Ну, то есть сама среда, в которой человек живет – это вражда. То есть сильный эгоизм порождает сильную вражду. То есть мы живем вот такими отношениями, в которых каждый хочет своего в жизни. И никто о другом не думает. Такие отношения. Означает, я пытаюсь отстраняться, допустим, от человека, что получается? Он меня ненавидит. Так? Если я начинаю ему служить, заботиться о нем, что получается? Он меня использует. И то плохо, и это плохо. Что делать? Менять следу, в которой ты живешь. Означает? Менять понимание жизни самой. То есть надо изучать, как правильно жить. Надо учиться молитве. Надо учиться, с кем строить отношения в жизни, с кем нет. Как относиться к своему родственнику. Надо вот эти все вещи изучать. Потому что если их не изучишь, то невозможно. Вот как сделать так, чтобы муж бросил наркотики пить? Наркотики означает определенное психическое состояние, влияние. Понимаете? То есть он находится под определенным влиянием. Вот кто друзья у этого человека? У него в монастыре друзья живут или где? У него монахи друзья, которые наркотики употребляют? Человек. Или у него друзья под забором лежат? Видите, если бы у него друзья какие-то возвышенные люди были, то ему стыдно было бы употреблять наркотики. Вот у меня, допустим, среди моих друзей никто наркотики не употребляет. У меня такой круг общения. Почему? Потому что ценности жизни другие. У нас другие ценности. Но у него такие ценности. Он живет для себя. Он думает, ну употребляю наркотики. Кому какое дело? Чего-то я делаю. У меня такая жизнь, блин. Ну чего вы ко мне пристали? Ну то есть у него вот такое мышление. И вы, допустим, скажете, а я поменяла свое уже мышление. Хорошо, если вы поменяли свое мышление, значит это на него будет влиять. Но влияние будет как оказываться постепенно? Постепенно. То есть вы молитесь, живете внутренней жизнью правильно. Приходит время, и ваша сила, вот этой вот чистой внутренней жизни, побеждает вашу судьбу. А какова ваша судьба? Посмотрите на своего близкого человека. Вот ваша судьба. Вот она стоит перед вами. Судьба всегда представляется высшими силами. Нам та, которая представляется. Вот она, судьба. Вот нас окружает наша судьба. Вот она. Все. Теперь, если человек живет по-другому, судьба меняется? Судьба меняется. Но этот человек не меняется, он остается тем же самым. Наступает момент, и неизбежно придет ситуация, в которой близкому человеку или придется измениться, или уйти. Одно из двух. Но это он сам будет делать. Его не надо заставлять. Почему? Потому что твоя судьба поменялась, и все будет меняться вокруг тебя. Вот так устроен этот мир. То есть мы как думаем, он устроен? Что я должен воздействовать на человека, чтобы он перестал это делать. Но надо спросить себя, почему он это делает? Почему? Вот не почему он это делает с точки зрения своей жизни, а с точки зрения моей жизни. Почему он это делает? Потому что мне это положено. Веда объясняет, что этот мир соткан из справедливости. Здесь не бывает такого, чтобы кто-то что-то делал, то, чего мне не положено. Значит, вопрос в чем заключается? В том, что я должен с собой что-то сделать. Ну, час, буквально 10 минут назад, до этой лекции, я общался со своим наставником. Сдавал ему вопросы. И все ответы сходились к тому, что мне надо что-то делать с тобой, чтобы вот эта ситуация решилась. Опять с собой. И кажется, что это несопоставимые вещи. Ну как, вот ты это делаешь, и вот это решается. А он знает, что это так. Потому что у него уже есть опыт. Точно так же. В этой ситуации точно так же. Есть наркотики, да? Но я знаю, у меня есть опыт. Я видел, как это происходит во многих случаях. Когда человек начинает жить правильной жизнью внутренней, приходит время, и он отрабатывает свою плохую судьбу. И получается так. Или близкий человек меняться начинает под воздействием его же силы, то есть близкого человека, который работает над собой. Или он уходит из твоей жизни, появляется кто-то другой. Но это уже его проблема, потому что ты никого не бросаешь. Ты просто меняешь свою жизнь, и все. Понимаете? То есть он должен меняться. По идее, это самый лучший вариант. Его будет судьба заставлять меняться. Например, если ты молишься рядом с наркоманом, у него возникают определенные стадии. У него появляется совесть. Сначала он чувствует раскаяние в сердце. Потом он начинает признаваться в этом, что он зря так делает и так далее. А берет деньги у родителей, это то же самое. Почему человек не работает? Потому что опять невежественная среда, в которой он живет. Если вы хотите поменять среду своей жизни за одну секунду, это невозможно. Нужно несколько лет работать над собой, чтобы из невежественной среды перейти в страстную, потом перейти в благостную. То есть нужно время для этого. Это не происходит за пять минут. Я могу привести пример. Поменяйте круг своего общения за пять минут. Сделайте так, чтобы честные, возвышенные, чистые люди вас окружали, как близкие друзья. Вот сделайте это за пять минут. Невозможно. Надо менять свою жизнь, чтобы такие люди притянулись ко мне. Так или нет? Ну точно так же и близкий человек, только еще тяжелее. Если взять как бы два груза, то есть груз усилий, чтобы у меня были честные друзья, равен одному килограмму. Спасибо большое. Груз усилий, чтобы у меня поменялись друзья, равен одному килограмму. Груз усилий, чтобы у меня поменился близкий человек, равен десяти килограмм. Почему? Потому что карма отношений с близкими людьми самая тяжелая. Она в десять раз тяжелее, чем карма просто дружбы. Вот и все. То есть, смотрите, сначала меняются друзья близкие. И проходит какое-то время. Может, несколько лет пройти, прежде чем близкий человек начнет менять свое отношение к жизни, к тебе, ко всему остальному. И это надо ждать. Надо ждать это. А если он уходит, его надо возвращать. Не то, что «О, я так думал, я не против, пожалуйста, пожалуйста, как бы уходи, если хочешь». Я давно ждала внутри себя. Это самообман уже. Это означает, что ты просто его выгоняешь. Я знаю даже один случай, что девушка хотела расстаться с молодым человеком и так сделала, что он сам ее бросил. Вопрос только бросил в этом случае. Бога не обманешь. Бога не обманешь. Поэтому не надо желать расставания, надо жить вместе с близким человеком. Это твоя судьба. Потому что если ты не хочешь эту судьбу отрабатывать, придется отрабатывать какую-то другую. Есть два понимания жизни. Смотрите, одно понимание. Я живу закономерно в этом мире. У меня есть моя жизнь. Закономерно вот так она протекает. И зачем сопротивляться? Потому что все, что происходит в ней, является результатом того, что я делал до этого. И все является правильным. Это благостное представление жизни. Второй вариант. Надо как-то вот извернуться в жизни, чтобы мне стало легче. Ну то есть вот этот человек мне не подходит раз, как-то вот вывернуться, изучая законы кармы, вывернуться так, чтобы с ним не жить и найти себе лучше. Вот это вот означает уже, что человек не понимает законов, как здесь все происходит. Вывернуться невозможно. Вывернуться невозможно. Есть судьба, надо ее принять. Для этого нужны силы. Силы берутся от отношений с высшими материями, с отношений с святыми людьми, с Богом. Силы берутся оттуда, потому что это душевные силы. Понимаете? Душевные силы не берутся от того, что ты просто там себе какие-то настрои прочитал. Это же сам обман. Понимаете? Я солнце, я большое светлое солнце. Я простила, я простила, я простила. А в сердце не простила. Ничего не сделал, хоть тысячу раз. Я простила. Повторю. Не простила, там оттуда идет. Нет, ты не простила. Но когда человек получает отношения со святым человеком, который умеет прощать, эта возможность прощать переходит в сердце. И в этот момент он естественным образом прощает. Потому что если бы я мог, я бы давно уже простил, но я не могу. Почему не могу? У меня нет знания об этом. Знание это не просто прочитать что-то в газетке. Знание передается от сердца к сердцу, веды говорят. От сердца к сердцу. И человек, допустим, верит святому человеку, послушал его наставление с верой. Знание перешло от его сердца. И в этот момент изменилась твоя судьба. Ты смог простить. Поэтому нужны старшие всегда в жизни. Вот смотрите, как мы живем. У нас нет старших. Я часто провожу эксперимент, говорю, кто хоть раз покланялся своему отцу и матери в жизни? Хоть раз. И поднимает 10 человек из 500, 600, представляете? У нас даже родители не являются старшими, по большому счету. Ну так, ну я уважаю своего отца, ну что? Ну понимаете, уважение означает, что ты взял просто вот и упал ему в ноги. Это уважение. Но мы не уважаем на самом деле. Мы сами по себе все. Это означает, что жизнь не подчинена какой-то высшей воле. Мы живем по своему желанию, по своему хотению. Хороший вопрос, спасибо. Так, дальше поехали. Я замужем 8 лет, и кажется, что моя семейная жизнь находится в глубоком кризисе с момента свадьбы. У меня вопрос, а кому вот не кажется, что ваша семейная жизнь с момента свадьбы находится в кризисе? Кому так не кажется? Поднимите руку. Ага. Сколько с момента свадьбы прошло? А? Год. Расслабьтесь. У вас сколько с момента свадьбы? Все. Вот этот человек, значит, отработал свою семейную карму. Кому еще не кажется, что у вас в глубоком кризисе сколько лет вы живете? Ну, это хорошо уже. Это значит, что у вас хорошая семья. У вас? Отлично. Ну, вот видите, вот идея в этом заключается. То есть люди прожили лет 10 вместе. А, теперь тогда к вам вопрос. Вот 17 лет, да, вы сказали? К вам вопрос. А вам что, никогда так не казалось раньше, что у вас семейная жизнь в кризисе в глубоком находится? А? Ну, это вообще, то есть вы как с Луны у нас прилетели. Это вообще как бы очень редкий случай. В основном все люди страдают от семейной жизни. И в основном всем кажется в какой-то момент отношений в семье, что отношения находятся в глубоком кризисе. А почему? Я сейчас объясню, когда записку дочитаю. Понимаю, что виноваты оба, но может мы просто не подходим друг к другу. Как это определить? Хороший вопрос. Сначала выпью, прежде чем ответить. Вопрос сложный. Надо выпить сначала. Нет, вы так не говорили, да? Что в кризисе, да? То есть, ну да. Ну, да. Мы с вами понимаем друг друга, что вы как бы просто верны ей, и бывает всякое в жизни. Это нормально, да. Но вот она вот считает, что может лучше можно подвернуться как-то, лучше может подвернуться. Сейчас объясню, что такое семейная жизнь. Вновь и вновь, на каждой лекции об этом говорю, мы опять забываем. Опять напоминаю. Смотрите. Каждый человек сам по себе очень хороший. Очень хороший. И мы в жизни чего-то хотим. Все время чего-то хотим. Больше всего мы хотим любви. Так? Самая быстрая возможность получить любовь в этой жизни – это семейная жизнь. Близкие отношения с человеком дают любовь. Но мы не понимаем, что за тип любви мы получаем в этом случае. В этом проблема. Потому что, когда мужчина рядом с женщиной находится вместе, как бы их взгляды встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Вот. Когда это произошло, то что за любовь возникает между ними? Вот в этом надо в вопросе разобраться. Любовь в этом случае означает одну интересную вещь. «Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой». Понимаете, о чем я говорю? Нет? «Я хочу быть с тобой», как бы это может быть и хорошо. Но вот вторая часть, как бы, песни, она уже попахивает чем-то другим. Понимаете? Проблема заключается в том, что вот эта любовь между мужчиной и женщиной, она скверняется очень сильным желанием наслаждаться другим человеком, очень жутко сильным желанием наслаждаться этой любовью. А вот это вот желание наслаждаться любовью является самым могущественным врагом человеческого счастья. Самым могущественным врагом человеческого счастья. Почему могущественным? Потому что сильное желание забирает разум у человека раз, он не соображает, что происходит реально. А в этом надо разобраться, это целая лекция об этом говорить. Потому что женщина, она уверена, что он виноват все-таки во всем. Она не понимает своих ошибок. Мужчина считает, нет, все-таки я, может быть, в чем-то виноват, но в основном она. В основном она виновата. Почему? Потому что человек воспринимает виноватым того, кто ему причиняет боль. Но он не понимает, что боль ему причиняет его сильное желание наслаждаться близостью. Наслаждаться близостью. Смотрите, как интересно все устроено. Это устроено не нами. Этот мир придуман не нами. Придумано не мной, да? И так далее. Этот мир придуман не нами. И не нами придумано, что женщина наслаждается тем, что мужчине доставляет аскезу. Допустим, она хочет, чтобы он нежно с ней обращался. Заботливо, всегда ласково себя вел, говорил. И все, что она сейчас перечисляет со мной, это же не мужская природа. Быть нежным, ласковым, заботливым, чутким. Это женская природа. И женщина своего же женского от мужчины хочет. Но он, конечно, может ей это дать. В каком случае? В случае, когда он, благодарностью переполнившись, начинает так себя вести. Для тебя, для тебя, для тебя. Я сумею весь мир обойти. Вот, понимаете? Вот в этом проблема заключается, что благодарность возникает от бескорыстия, от неоткорыстия. Вот смотрите, допустим, женщина говорит, разговаривай со мной ласково, ласково. Вот эта благодарность возникает? Нет, ласковый голос рождается от такой просьбы. Или нет? Возникает? Возникает отвращение, потому что любовь изнасилована в этом случае становится. Или мужчина говорит женщине, допустим. Видите, я сказал, вот женщину женскую склонность к любви, да? Женщина непонятно, она думает, что я не имею права попросить ласкового разговора, что ли, с собой, Олег Геннадьевич. Видите, они с женщиной восстали уже в сердце, хоть и улыбаются внешне. Сейчас мужчины восстанут. Мужчина, когда женщине говорит, слушай, ты давай как-то помягче со мной разговаривай, как-то поуважительнее, так, немножечко хотя бы. Немножечко как-то понежнее, так, поуважительнее. То есть, ну, хочешь что-то сказать, скажи так, чтобы меня не будоражили эти слова твои. Это уже мужской эгоизм. И мужчина говорит, а что же ей не говори, так она вообще обнаглеет. Видите, то есть у нас есть эгоизм в отношении. И проблема заключается в том, что он имеет запредельно сильную природу. Когда что-то запредельное происходит, то человек даже не может понять, о чём речь идёт. Потому что такая сила у этого эгоизма, что он прямо за нутро берёт. За нутро берёт, понимаете? Вот почему я не имею права вот на такую жизнь? А кто сказал, что ты не имеешь права? Имеешь право. Но эту жизнь ты должна заслужить служением. Не тем, что ты её просишь. А служи. Вот женщина должна быть ласковой. И его муж, как благодарность, от него исходит ласка в какой-то момент. Не сразу, но в какой-то момент. Когда ты победишь свою плохую карму семейную, тогда он станет ласковым. Теперь, когда ты станешь уважаемым человеком, жена начнёт тебя уважать. Само собой, женщине нетрудно уважать. Это её природа уважать. Но мужа чаще всего женщины не уважают. Почему? Потому что не хватает кармы. Теперь вы лекцию послушали, придёте домой и говорите, «Я тебя знаешь, почему не уважаю, Олег Геннадьевич сказал?» Потому что у тебя не хватает на это кармы. Но я говорил на лекции про другое. Я говорил про то, что надо свои проблемы смотреть, а на чужие уши затыкать. У нас так не получается. Понимаете? Мы играем в свои ворота. То есть в чужие ворота играем. Футбол, понимаете? Отфутболиваем работу над собой, желая, чтобы близкий человек работал над собой. Сейчас половина записок об этом будет. Это означает беспредельно тяжёлая карма. Когда человеку сильно хочется наслаждаться чем-то, а ему не дают. Вот это вот и есть семейная жизнь. Теперь у меня вопрос заключается в том, а где здесь счастье-то? А где счастье-то в этой жизни семейной? А счастье может возникнуть только когда мы сдаём свои экзамены. Когда человек начинает жить настолько бескорыстно близким людям, что он просто служит и ничего замен не требует. Сколько бы женщина ни капризничала, мужчина спокойно пытается к этому относиться. Он не может к этому спокойно относиться. У него природа получать раны от каприз женщины. Но он думает, это моя судьба. Вот это уже любовь. Видите, как она оказывается? Любовь, она сначала горький вкус имеет настоящий. А потом благодарность уже в её сердце думает. Какой хороший человек. Я столько его мучила в жизни. А он всегда спокойно старался относиться к этому. Это уже любовь. Благодарность рождает любовь уже. Видите, любовь настоящая, она не такую природу имеет, что как бы нам должно быть хорошо по определению вместе. Хорошо, значит, я наслаждаюсь всем, сколько хочу, и никаких последствий за это нет. А вот это уже самообман. Такого здесь не бывает в этом мире. Если вы думаете, у кому-то повезло больше, чем мне в этом плане, здесь такого нет. В этом мире нет вот этого, что я наслаждаюсь, сколько хочу близким человеком, и за это не буду страдать. Потому что сам по себе эгоизм является ненасытным врагом человеческой судьбы. Вот чуть-чуть он проявился в сердце, и сразу страдание. А если человек с другим человеком сходится, то сама любовь между мужчиной и женщиной, она этот эгоизм возбуждается до страшной степени. Мы же уже начинаем себя отождествлять. Этот человек становится моей собственностью. Вот попробуй ему куда-то пойти и улыбнись кому-то другому. Я уже его начинаю ненавидеть за это. Хотя до этого, полчаса назад, когда я с ним еще не был, мне было все равно, на кого он смотрит. А теперь мне уже не все равно, потому что это мое. По-разному это можно сказать. Но не важно. Важно то, что это эгоизм мои хорошие. И когда эгоизм появляется в жизни, начинаются страдания. Для чего тогда нужна семья, вы спросите? Для того, чтобы мы победили в себе эгоизм. Вот для этого нужна семья. Он должен превратиться в настоящую любовь. Он должен превратиться в чистую, светлую, настоящую любовь. И мы для этого собираемся с вами, эти лекции изучаем. Что другого способа счастья в семейной жизни нет. Вот невозможно достичь. Но здесь вот как в чем записка-то заключается, в чем проблема? Проблема заключается в том, что человек не понимает, не понимает, для чего нужна семейная жизнь. Смотрите, я замужем 8 лет, и кажется, что моя семейная жизнь находится в глубоком кризисе с момента свадьбы. Так, ну так, конечно же, оно в глубоком кризисе. С момента свадьбы находится семейная жизнь любого человека. Откуда же берется счастье? Есть два типа счастья семейного. Первый тип счастья – это когда люди просто отрабатывают свое благочестие вместе. Это они просто наслаждаются, на курорте живут. Это называется медовый месяц, или медовый год, медовый два года, медовый три года. Но когда-то курорт закончится, и начнется настоящая жизнь. Как поется в песне Песоцкого, тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Стоящая жизнь означает, что надо служить, мучиться, заботиться о человеке через эти мучения. Что вот обозначает это письмо? Означает, что тяжелая семейная карма. Означает, что много наказаний через личную жизнь человек получает в этой жизни. Какой совет? Развивать себе духовные силы. Духовные силы означают, сначала меняется отношение с друзьями, другие друзья приходят в жизнь. Сначала меняются друзья, потом меняется деятельность человека, он в более благостной среде начинает действовать. Потом меняется постепенно отношение. Даже вот с тем человеком, который казался плохим, друг, отношения лучше стали. Вот поднимите руку, у кого же это произошло? А совсем вот плохо себя вел, да? До этого? Да, видите, совсем. То есть у нее лучше случай, легче, чем у меня. У всех тяжелые случаи. Жизнь у всех тяжелая штука. Просто надо действовать в правильном направлении. Вот это направление, скакать с веточки на веточку, это не способ жить вообще. Ах, эх, яблочко, да на тарелочке. Надоела мне жена, пойду к девочке. Это не способ жить. Потому что сейчас она выглядит девочкой. Пройдет несколько месяцев, и она тебе покажет, какая она девочка. Всегда очень заманчиво сначала. Человек, с которым ты хочешь построить семью, сначала выглядит чуть-чуть заманчиво. И для женщины, для мужчины одинаково заманчиво. О, а какой мужчина? Или какая? Там, Мадонна! И снова вижу образ твой, Мадонна! Понимаете, все это есть, да, сначала. А потом что получается? Совсем другая песня, понимаете? Совсем другая песня. Почему? Потому что сначала сладкий вкус идет в отношениях, а потом горький. Потому что сдавать экзамен-то все равно придется. У каждой Мадонны есть эгоизм, желание наслаждаться тобой. Оно приносит страдания тому, кем наслаждаются. Мужчина хочет власти над женщиной. Женщина тоже хочет власти над мужчиной. Но власть имеет разную природу. Женщина хочет нежной власти, мужчина хочет другой власти своей, обладать. Женщина тоже хочет обладать, но по-женски. И это желание обладать означает страдание. Начинают страдания потом. Какой ответ? Вот меня человек спрашивает, Олег Геннадьевич, не виляйте, скажите, уходить от мужа или нет? Не виляйте передо мной. Я и не виляю, я просто вам говорю, что вы не туда идете, не в той дороге идете. Не той дорогой. Дорога заключается в том, чтобы идти сюда. Вот смотрите, веды говорят, три дороги есть. Одной дорогой пойдешь, себя потеряешь. Это какая дорога? Бросать всех, искать счастливой жизни себе, бросая всех. Это называется невежественный путь. Второй дорогой пойдешь, коня потеряешь. Что это значит? Это значит, что мы не обращаем внимания на то, что происходит. Мы улыбаемся всем, и я улыбаюсь тебе. Это хорошо, все нормально, улыбаемся, делаем вид, что у нас все хорошо. Это называется жизнь в страсти. Делаем вид, что у нас все хорошо, у нас все нормально, все классно, все. Не обращаем внимания. Люди просто живут, живут, им тяжелее, 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 тяжелее становится так жить. Потом хрязь, один так уходит из жизни, и все. Почему? Потому что это страсть, это означает, что мы делаем вид, что у нас все хорошо. Благость что такое? Вот сюда обернуть свои силы. В страсти люди куда силы направляют? Они думают, нам плохо, потому что у нас мало денег. Почему нам тяжело жить вместе? Потому что у нас квартира маленькая. Квартиру лучше сделаем, будет легче жить. Машины нет, в отпуск не съездили. Детей не нарожали. Поэтому надо вот рожать детей, машину, квартиру. Больше как бы обустраиваться, тогда жизнь будет счастливой. Они пашут за это, пашут, пашут, пашут. Потом сил нет, вместе жить уже. Сил нет, счастья нет, все надоело. Нашел другую, пошел туда. Это страсть. Сейчас большинство людей так живут. Благость. Понять, что мои трудности связаны вот с этим. Вот здесь надо все менять. А это самый трудный путь, вот этот благостный. Этой дорогой пойдешь, счастье найдешь. Но эта дорога самая тяжелая. Она в колючках такая выглядит, кажется, ой, туда идти вообще сложно. Ну как это себя менять? Я даже не знаю, как себя менять. Я и так хороший. Зачем себя менять? Невежественные люди считают себя самым лучшим и вариантов нет для обсуждения. Я отличный человек. Отличный. Невежественные люди так считают. Вариантов для обсуждения нет. Страстные люди считают, что я не хуже других. Нормально. Отлично. Ну тоже отличный, только более тайно. Я хороший, но как бы внешне говорят, что я нормальный. Но на самом деле подразумевает, что я самый лучший. Но страстные люди просто обманывают себя. А благостные люди говорят, наверное, у меня там куча грехов, но я еще не заметил. Потому что есть еще духовно развитые люди, следующий слой, которые видят свои грехи уже. В чем заключается духовно развитие? Он знает, что у него есть грехи, он знает уже об этом. И он борется с этими грехами, знает, что только они являются причиной моих проблем в жизни. Как определить, духовно развитый ты человек или нет? Событие плохое произошло. Любой человек сначала входит в состояние недовольства. Думает, аааа, что такое? И ему хочется всех как бы обвинить в этом во всем. У любого человека. Но духовно развитый человек сразу знает, что это его проблема. Сразу знает. И поэтому он не выходит из равновесия. С ним что-то случилось плохое. Он чувствует, я виноват во всем этом. Обычные люди так не ведут себя. Они всегда находят причину вовне сначала. Почему он так считает, что он виноват? Потому что он знает, что он грешный. Обычные люди не знают об этом. Они могут только догадываться. Это означает, что уже благость начинает развиваться в сердце. Я уже догадываюсь, что я грешный. Когда я догадываюсь, я могу слушать. Благостные люди могут слушать другого человека. Страстные слушают, когда им выгодно. Они вешеные вообще не могут слушать. Они пришли куда-то так. И ушли все. Они не могут слушать, потому что что он вообще из себя здесь корчит, этот чикарик. И уходит сразу. Я ничего не корчу, я просто как бы с вами интерактив. То есть я говорю о том, что мне надо поменять свои жизни. Вам говорю. Что мне надо поменять свои жизни. Я говорю, вот об этом лекция. Спасибо.